Сейчас добавим водочки немножко для дезинфекции, чтобы плесень не заводилась, чтобы тряпочка, палочки, крышка была обработана водкой. Для тех, кто не пьет, это самое лучшее использование этого продукта. Так, теперь что, берем банку, берем тряпку, мочим водки, отжимаем, вот, заправляем. Тряпочка нужна для чего? Когда образуется плесень, вот, то плесень на этой тряпочке, вот, тряпочку снимаем, и внизу остаются нормальные чистые грибы, безо всяких этих проблем. С другой стороны, французы весь свой сыр держат в заплесневевших подвалах. Вот, выровняли, все, теперь палочку берем, так же, раз. Замачиваем водочки. Замачиваем водочки, вставляем, опа, вставили. Берем еще одну, замачиваем водочки, и крест-накрест к первой вставляем в банку, и прижимаем, без, всю эту массу. Заводим под плечики. Вот, под плечики, чтобы она держалась, не всплывала. Все, вот выступил, выступил сироп. Вот, берем крышку, так же обрабатываем водкой. И закрываем. Все, продукт готов для длительного хранения. Два-три года в обычной комнатной температуре хранить. Но лучше держать, конечно, в прохладе. Ура!